Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые слушатели Директ-Академии! У нас начинается очередная неделя, вебинарная неделя, и эта вебинарная неделя будет даже более насыщенной, чем обычно. За эту неделю нам предстоит принять участие в шести вебинарах. Один вебинар перенесенный с прошлой недели, поэтому получается шесть, а не пять. Как всегда, перед тем, как передать слово нашему сегодняшнему спикеру, спикером у нас сегодня Иван Юрьевич Травкин из Южно-Сахалинска, и тема чрезвычайно интересная, как сделать 14-секундный контент и чем он может помочь в обучении. Так вот, перед тем, как ему передать слово, я хотел бы озвучить те четыре полезные ссылки, которые я опубликовал в самом начале нашего чата. Итак, самая первая ссылка ведет на главную страницу нашего сайта, Директ Академия.ру. Эта же страница является страницей расписания вебинаров, и на ней вы можете зарегистрироваться на любой вебинар, как предстоящей неделе, так и всего нашего учебного года до конца июня 2019 года. Запись этого вебинара ведется, и вебинар будет опубликован на нашем видеоканале на YouTube, и вторая ссылка ведет как раз на наш видеоканал. Кто еще не зарегистрирован на нашем канале, не подписался, прошу подписаться, это очень удобно. У нас уже более 400, точнее, примерно 420 вебинаров на нашем канале, и он превратился в такую видеобазу знаний. Подписывайтесь и всегда будете в курсе того, что на нашем видеоканале происходит. Третья ссылка ведет на страницу онлайн-курсов Директ Академии, и на этой странице вы можете познакомиться с предложением 9 курсов, которые там есть. Вот, я надеюсь, что сегодня-завтра там появится еще один курс, курс «Марина Орешка». А сейчас пока мы один курс проводим, и один у нас ожидается в... Прошу прощения. Ожидается в начале марта, 12 марта, начнется у нас следующий курс, который называется «Каждый гениален». Ну и последняя наша ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов. По этой ссылке вы можете приобрести сертификат сразу по окончанию нашего сегодняшнего участия в нашем сегодняшнем вебинаре. Ну и как всегда, я хотел бы... Да, я вижу здесь тех, кого знаю. Всем добрый день. И тех, кого не знаю, тоже добрый день. А я хотел бы еще проанонсировать три вебинара, которые состоятся вслед за нашим сегодняшним. Завтра у нас вебинар «Открываем мир чтения с библиотекой Nonfiction» проведет наш выпускающий редактор Наталья Башкова из компании Direct Media. 13 числа Константин Николаевич Костюк, наш генеральный директор компании Direct Media, проведет вебинар, перенесенный с января. Называется он «Профессиональные контентные системы и рынки знаний. Итоги 2018 года и динамика последних лет». Ну и в среду же, 13 числа, но не в 12, а в 15 часов по Москве, вебинар «Марина Орешко», перенесенный с прошлой недели. Убрать нельзя использовать мобильные устройства в библиотеке. Так что прошу регистрироваться прямо сейчас, если вас эти темы интересуют. Ну а на этом я свою вводную часть заканчиваю. И, наконец, передаю слово Ивану для того, чтобы провести сегодняшний вебинар. Иван, прошу, на связь. Добрый вечер, коллеги. Я пока включаю звук. Поставьте плюс в чате, если громкость... Все в порядке. Так, секундочку. Все, я вижу плюсы. Значит, все окей. Я сегодня в домашней обстановке. Вот, поэтому я надеюсь, что разговор у нас будет в непринужденной форме. Вот я, правда, костюм одел, чтобы немножко уверенности себе добавить. Я думаю, что многие из тех, кто сегодня пришел со мной, давно знакомы. И, может быть, я не нуждаюсь в подробном представлении. Ну а те, кто меня не знает, вот могу сказать еще раз, повторить, что я работаю в Сахалинском государственном университете. Обычно преподавателем математики. И то, о чем я вам сейчас буду рассказывать, оно во многом родилось в процессе моего взаимодействия с моими же студентами. Ну вот, работая в качестве куратора, особенно последние полгода, я хочу каким-то образом обобщить этот опыт. Или, может быть, даже оправдаться за то, что я делал, сближаясь со своими студентами, вот объяснить, ради чего все это было. Те, кто пользуется, мы сегодня будем говорить про Инстаграм. Те, кто пользуется Инстаграмом, если вам интересно, вы можете прямо сейчас, а можете позже зайти. И вот на титульном слайде, видите, наверху указан мой аккаунт, никнейм, который у меня можно найти. Вы, собственно, можете посмотреть, что я там делаю, какие фотографии там лежат. Ну и в процессе мы будем какие-то вещи дополнительно обсуждать. Я очень надеюсь, что сегодня будут вопросы, потому что наша встреча запланирована на час. Она будет немножко, ну, как бы, те, кто надеется, что сегодня будет вебинар о том, как делать контент для электронного обучения, там какой-нибудь микролеонинг, еще что-то, мы не об этом будем говорить. Никакого микролеонинга сегодня не будет. Я, может быть, сегодня даже выступлю в качестве скептика со своим таким скептическим отношением к обучению за 14, за 6, за 14, за 10 секунд, там за полминуты и так далее. Но какие-то другие полезные вещи я вам сообщу, очень надеюсь. Ну, во-первых, чтобы не тратить времени. А, вот еще один момент. У нас в чате есть две закладки «Общий чат» и «Вопросы». Я всегда очень люблю разводить какие-то обсуждения в чате, и это здорово, поэтому, пожалуйста, общайтесь. Ну, вот если вы хотите, чтобы я увидел ваш вопрос и сразу же прямо на него ответил, то переместите его во вкладку «Вопросы». Ну, вот разберитесь с чатом и по возможности, да, потому что в общем чате всегда дискуссия какая-то, это замечательно. Я никоим образом это не порицаю от вопроса, вот желательно, чтобы они были, чтобы я их сразу видел. Так, секундочку, что там появилось. Значит, вот я хочу начать с вопроса о том, почему 14 секунд. Вот как раз вот Любовь Вениаминовна уже спрашивает, почему 14 секунд. Ну, вот ответ будет неожиданным, потому что. Что такое 14 секунд? 14 секунд – это формат истории, так называемой истории в Инстаграме. И вот 14 секунд, то есть 14 секунд – это все, что у вас есть. В эти 14 секунд вы можете в них упаковать все, что угодно. Вы можете опубликовать фотографии, можете опубликовать видеофрагменты, там может быть видео со звуком, без звука, там анимация, что-то. Ну, вот 14 секунд. Вот на самом деле в Инстаграме, если быть точным, пользователю дается 15 секунд. Ну, вот как-то вот у меня так запало 14 секунд, и я всегда свои видео, когда готовлю, обрезаю по 14 секунд. Если вам кажется, что 15 или 14 секунд – это слишком мало, то есть другие сервисы, например, Snapchat, там всего 10 секунд. Или такие сервисы, как Vine, там всего 6 секунд. И вот что можно уместить в эти 6 секунд? Я сегодня по возможности буду раскрывать эту тему, ну, вот ориентируясь на 14-15 секунд. Если вам интересно, что может уместиться в 6 секунд, загуглите. Я потом, если кто-то не знает, скажу, как пишутся эти сервисы Snapchat и Vine. На том же YouTube есть подборки всяких юмористических роликов, иногда очень островных, которые вот может поместиться, и маленькая юмористка в 6 секунд, может поместиться какая-то идея в 6 секунд. Это возможно. То есть вот когда перед человеком ставят задачу, что что-то нужно поместить в этот временной интервал, там, 15, 10, 6 секунд. Это, в принципе, возможно. Другой вопрос о том, зачем и что помещать в эти 15-10 секунд. Вот на всякий случай, если кто-то из наших участников не знает, как выглядит Instagram, я сейчас быстро объясню. Instagram – это сервис, он, в принципе, не сильно отличается от других социальных сетей, в котором пользователи делятся фотографиями. Вот у меня, я, кстати, сразу могу сказать, что я использую телефон у меня iPhone X, но как бы это не проблема, если у вас другой телефон, там, дешевле, дороже, неважно. То есть это применимо ко всем мобильным устройствам. Так вот, как выглядит Instagram? Здесь традиционная лента с сообщениями, тут у меня слон какой-то с хоботом. И эти сообщения представляют собой просто фотографии. То есть сплошная лента из фотографий в пользовательстве делятся фотками. И точно так же можно помещать к ним комментарии, лайки оставлять. И вот отличительная черта этого сервиса заключается в том, что… Это один из первых сервисов, в котором появилась такая функция, как «Историй». Дело в том, что не все пользователи… Я общаюсь с молодежью, я обратил внимание на такой тренд, что далеко не все ребята готовы ежедневно делиться какими-то фотографиями, потому что они их обрабатывают специально, мы об этом сегодня будем говорить. Какие-то фотографии там подходят для того, чтобы их опубликовать, какие-то не подходят. У кого-то закрытый профайл, у кого-то открытый и так далее. А вот «Историю» они используют более часто и более интересным образом. Вот здесь, в этом сервисе наверху, вот кто пользуется «Фейсбуком». В «Фейсбуке» тоже есть такая функция сейчас «Историй». Здесь наверху отображается как бы дополнительная лента, где показаны аватары пользователей. Если кликнуть в иконку, то появляется как раз вот этот ролик 15-секундный, который пользователь может публиковать. И многие пользователи, не публикуя часто фотографии, практически ежедневно публикуют так называемые истории. Деляясь в них какими-то, не знаю, моментами своей жизни и своего быта. Вот как они проводят день, о чем этот день был. И там тоже есть интерактив. Но важно то, с чего мы начнем, что вот такая история, вот этот пост, он должен уместиться в 15 секунд. Еще очень важный момент, что после того, как вы опубликовали вот эти 15 секунд с чем-то, с фотографией или с видео, они живут, то есть как бы остаются в вашем профайле ровно 24 часа, а через 24 часа они стираются. То есть сторонние пользователи уже не могут их просмотреть, но тот, кто их публиковал, они попадают в архив. И вот если сейчас погуглить публикации на тему, то есть исследования на тему того, как пользователи, в том числе студенты, используют вот этот функционал, то истории как бы используют, такой термин выработали, эфемерная фотография, да, то есть фото, которое такое мимолетное фото, которое, ну или там мимолетное видео, которое короткое, живет только 24 часа, потом как бы исчезает в момент жизни, который прошел, и все. И вот это называется история. Еще раз, да, чтобы закрепить, почему 15 секунд? Ну, потому что в такие рамки нас ставят разработчики сервиса, то есть это не видеотрансляция, это не прямой эфир, это просто 15 секунд, которые любой пользователь будет наблюдать вашу фотографию и ваш видеофрагмент, который вы решили выложить, а через 24 часа он исчезнет. Ну вот, что с этим делать, как с этим жить. С 15 секундами, я думаю, мы как бы разобрались, перед нами поставили такое ограничение, я хочу начать разговор о том, что можно вместить в эти 15 секунд с обсуждения самого формата. Дело в том, что, и это очень важный, я считаю, очень важный аспект вот этих 15 секунд, что это 15 секунд в определенном формате кадров. То есть это кадр, который имеет соотношение сторон 9 на 16, это не просто, там, скажем, лист 3 на 4, да, телевизионный экран, который повернули вертикально. Это вытянутая рамка, и это рамка, которая принадлежит целиком вам. То есть вот эти 15 секунд, на которые пользователь получает полностью свое распоряжение, весь экран. Это очень важно, потому что, ну, я считаю, это очень важно, потому что, когда вы публикуете какую-то историю, вы понимаете, что пользователь, ну, может быть, не все это понимают, но вот с точки зрения дизайна и использования места, которое вы получаете, очень важно, что вы имеете возможность отображать свой контент в отсутствии каких-то интерфейсных элементов. То есть нет никаких дополнительных линий сверху, там, допустим, с часами, с отображением уровня заряда, внизу каких-то дополнительных кнопок. Это все исчезает, то есть весь экран на 15 секунд прям лежит целиком вам, и вы можете использовать, ну, любые средства, ну, не знаю, дизайна, которые, принципы дизайна, которые позволят вам замостить этот экран любыми элементами, полностью использовать это пространство. Очень сложно добиться этого, работая на мобильных платформах, если вы не разработчик, потому что, ну, как заполучить свое распоряжение, весь экран, разработать мобильное приложение, да, которое позволит вам полностью управлять пространством экрана. А здесь, как бы, ну, вы, являясь обычным пользователем, получаете в свое распоряжение весь экран, ну, хорошо, на 15 секунд, но, тем не менее, вы можете захватить внимание пользователя, если вам удалось его увлечь, да, потому что пользователя может не досмотреть, даже эти 15 секунд перелистнуть куда-то, но сам факт того, что вы получаете на 15 секунд распоряжение весь экран, мне кажется, это очень важный аспект. Другой вопрос, это вот это вот, вот это соотношение сторон, почему оно, почему оно так важно, на мой взгляд. С одной стороны, ну, ограничения по времени мы касаться сейчас не будем, оно, как бы, любое ограничение, которое дается разработчику содержания, оно выступает в качестве катализатора творчества, да, таких творческих процессов, то есть сам факт того, что я должен уместиться в какие-то рамки, он позволяет мне определенным образом настроиться на что-то, искать какие-то творческие решения, и часто это бывает очень оригинально, если мне удалось решить эту задачу. Так вот, соотношение сторон 9 на 16, вертикальное соотношение, оно, как бы, адресует к очень интересной проблеме. Дело в том, что, когда пользователи стали активно выкладывать в интернет, ну, это буквально вот несколько лет назад стало, появился в интернете, вот, наплыв роликов с мобильных устройств, то обозначился такой тренд, и одновременно спор, очень горячий спор на тему того, как нужно записывать видео с мобильного устройства, потому что многие пользователи, ну, как они считали, продолжали снимать видео в горизонтальном формате, то есть если вы держите ваш мобильный телефон вот так, когда снимаете видео, то у вас будет видео записано, как бы, в горизонтальной ориентации, соотношение сторон 16 на 9, то есть, как вот кино в кинотеатре. Но многие пользователи, как сначала считалось, что с непривычки, или, может быть, там им, как некоторые зло говорили, не хватало мозгов, держали телефон вертикально, и записанное видео получилось в вертикальном формате. И вот этот спор, который родился, он привлек внимание критиков и людей, которые серьезно работали в сфере видео. И, как бы, возникла идея о том, что, а может быть, как бы, видео, снятое вертикально, это не ошибка, а, ну, это тоже, как бы, такая форма, форма кинематографа, мобильного кинематографа. Появился так называемый фестиваль мобильного, фестиваль вертикального видео. Я сейчас чуть позже вам покажу. Очень интересно, как проходила первый фестиваль. Были написаны книги. Вот у меня есть такая книга, она называется «Теория онлайн-видео». К сожалению, рядом нет, я не могу назвать автора. Чуть позже, если вы мне напишите, я вам его назову. Где автор пытается, ну, как бы, он пытаясь развить теорию онлайн-видео, говорит, в том числе специально, говорит о феномене вертикального видео и о том, что, как влияет вот именно сам факт такой ориентации кадра на восприятие того, что оказывается в кадре. И вот автор этой книги, он очень интересно, очень интересное противопоставление приводит. Вот здесь на слайде я специально написал «Собор и базар», а «Базар» зачерпнул, потому что мы, кто работает в сетевом и открытом образовании, знают знаменитую метафору Эрика Реймонда на тему того, как разрабатывается программное обеспечение, потому что есть ПО, которое разрабатывается закрыто, это так называемая модель «Собор», есть ПО, которое разрабатывается открыто множеством разработчиков, и Реймонд называет это моделью «Базара». И потом эта модель была перенесена в онлайн-обучение, когда мы говорили о том, что есть модель «Собора», когда образовательное учреждение использует там свою строгую такую систему дистанционного обучения, или модель «Базара», когда вы используете открытые сервисы и вот эти вот открытые онлайн-курсы по конактивистской модели. А вот здесь вот как бы у меня эти две модели перекликаются, автор книги по теории онлайн-обучения, теории онлайн-видео, он как бы использует противопоставление «Собором», только не «Базару», а «Собора кино». В каком смысле? В том смысле, что вот горизонтальное видео – это формат, вот именно сильно вытянутый широкий экран, это формат кинотеатра. То есть вот когда люди собираются в кинотеатр смотреть фильм, они находятся в таком бездвижном состоянии, как бы замороженные, они смотрят, завороженные, замороженные, они смотрят на этот горизонтальный экран. А вертикальный экран, он с одной стороны адресует нас к чему-то такому, ну как бы, как сказать, снятому вот с рук, снятому вот как бы бесхитростно что ли, вот не знаю, по-простому так вот, по-домашнему, а с другой стороны он видит в вертикальном видео другую традицию, то есть традицию не кинотеатра, а традицию готических соборов, которые ориентированы не горизонтально, а вертикально, что вот это именно вертикаль собора. И вот интересно, что, и автор знает, он ссылается как раз вот на вот этот фестиваль вертикального видео, и он говорит о том, что соборы, европейские соборы, которые сейчас часто используются, не по назначению, то есть их превращают уже из объектов религиозного культа, например, в концертные залы, где проходят какие-то выступления, вот он говорит то, что вот эти вот эти соборы, приспособленные под такие вот собрания культурные, они идеально подходят для того, чтобы демонстрировать вертикальное видео. И вот как раз вот сейчас на слайде вы видите фотка, сделанная с первого фестиваля такого, в 2014 году. Вот как раз экран повешенный, не совсем привычно, вертикально на него проецировались работы, которые были представлены на этот фестиваль. И вот если вы загуглите, перейдете по ссылке, вот здесь ссылка приведена, можно просто загуглить, Vertical Film Festival, то там можно посмотреть примеры работ и поразиться тому, насколько творчески подходят авторы вот этих фильмов, а это профессионалы, которые заканчивают, скажем, киноакадемию, то есть не просто люди, которые случайно снимают вертикальное видео, люди, которые специально снимают вертикальное видео, художественное видео, насколько творчески они подходят к этому челленджу, что нужно пересмотреть, повернуть рамку вертикально и уже не панораму выдавать пользователя выдавать какую-то вертикаль и что должно находиться в этой вертикали что туда можно поместить как нужно какие приемы компоновки использовать ну я не являюсь специалистом по композиции но я поражаюсь тому насколько иногда вот смотришь на том же инстаграме историю снятую там пользователем или каким-нибудь брендом ты являешься тому как как вот он здорово пользователь обыграл обыграл именно этот формат вертикального видео и это это цепляет в плане восприятия потому что ты чувствуешь что человек именно думал над этим да то есть это не случайность это если бы не вертикальный формат ничего такого не было бы а восприятие она играет эти моменты вот чем-то зацепить пользователя хороший дизайн да вот вы смотрите что-то истории вы понимаете что это не просто случайно снятое видео это видео которое готовилось к тому чтобы вы снимали там специальная компоновка была применена и так далее все это все цепляет это очень важно потому что мы будем говорить чуть позже о внимании очень важно смотрят ли ваше видео будет ли там что-то за что можно зацепить со глазом или это просто хаотичная съемка мишанина который просто пролистает так вот что можно вот очень интересно что можно поместить этот вертикальный формат чей-то формат вообще на то есть это не панорама это что-то другое и вот на этот кадр на этот слайд я вынес как бы несколько вариантов таких ассоциаций на которые у меня связаны именно с вот этим вызовом вертикальной рамки но во первых вертикальная рамка это икона икона часто написано святой скажем изображается во весь рост человек снятого есть рост или это скажем окно то есть какое-то может быть не панорамная съемка улицы там скажем в городе да а вот съемка там улица скажем через окно снята или дверь да вот дверной проем плакат какой-то рекламный плакат в том числе или книга может быть обложка книга или обложка журнала особенно интересно скажем аналогия с обложками глянцев и журналов потому что как замечает лев манович у него есть книжка в интернете на свободно доступно посвящены как раз анализу анализового феномена instagram фото он там там проводит аналогии с мета принципами современного дизайна который сложился там сотые там тридцатые годы двадцатого века связан был с модернистскими течениями он как раз говорит о том что все это смешавшись с принципами современной рекламы очень сильно напоминает дизайн обложки почему потому что как раз обложка журнальная она была предназначена для как сказать для такую такого быстрого сканирующего взгляда который может разведить журнал который находим как бы не перед лицом находится на рукаве держит журнал который лежит на прилавке скажем киоски но мы идем на киоск там на прилавке журналов и вот эта обложка на который быстро привлекает она должна броситься нам в глаза то есть вот вертикальный кадр это все все вместе то есть вот какие-то ассоциации которые должны заставить нашего наши творческие механизмы каким-то образом в голове активизировать вот собственно на слайде вы можете видеть пример витража в католической традиции которые показывают что компоновку до компоновку который изображает сцену причем это и как бы это не просто там один человек на этот целый сюжет о котором можно говорить и он помещен в этот вертикаль да не горизонтали вертикаль это вот кто знаком с евангелием это сюжет в котором христос встречается с женщиной у колодца там очень важный с точки зрения богословия происходит диалог там ученики потом чуть позже христа подходит который тоже спрашивает о чем он разговаривает с этой женщиной и вот посмотрите как этот сюжет выстроен и если кто-то сомневается что отказавшись от горизонтального кадра можно передавать объемы которые связаны с ландшафтом до которых мы такой горизонтальной ориентации можем разглядеть вот здесь как раз этот объем передается не как бы не вширь он придется именно вглубь потому что здесь вот несмотря на то что традиция этих как бы витражение обычно как сказать плоская картинка как как в обычном дизайне но здесь вот как раз вот этот объем перед там сзади еще какой немножко какого-то пейзажа даже изображена да то есть ну вот пример пожалуйста то есть все это было мы к этому возвращаемся если использовать эту метафору собора и кинотеатра вот пожалуйста собор то есть художественные средства тут вам не дизайн и какие-то традиционные вещи они все они все вполне в таком формате по-новому играет на то есть все новое это хорошо забытое старое и вот я еще раз обращаю внимание на то что этот вертикальный формат это формат который позволяет как бы приблизиться что ли к предмету приблизиться к человеку на то есть вот с одной стороны оказаться то есть это интимный формат потому что мы как бы лишаясь вот этих срезая с боков у гранатальной рамки мы оставляем только самое главное что может быть самое главное но человек в кадре вот мы стоим среди этих людей и как бы слушаем там наблюдаем за ними то есть это позволяет нам вот создать вот это впечатление интимной обстановки в которой зритель становится соучастником какого-то какого-то диалога может быть или какой-то сцены то есть он погружается вот в этот момент очень интересно как пользуется как подходит к тому чтобы обыграть этот формат бренды в инстаграме представлены поскольку инстаграм это очень популярная площадка там конечно есть все лакшери бренды вот я вам сейчас вывел на слайд кадры из того контента который предлагает вот слева это шанель а справа это живенши то есть как бы два таких люксовых бренда они интересно если посмотреть старые старые видео старые какие-то истории которые публиковались в инстаграме этими брендами то они часто как бы изначально шли по пути обрезки широкоформатного видео то есть вы берете широкоформатное видео там скажем рекламный какой-нибудь ролик и просто обрезаете его и вот как бы вмещает этот формат чтобы у вас не было снизу и сверху черных полей вы просто его обрезаете и во первых пора как бы это образовалось бросалась глаза и понятно было что ролик был снят совершенно для другого для таких условий а сейчас смотришь и обращаешь внимание то что они обыгрывают создают контент именно для именно для вертикального формата и это задает новые стандарты хорошего дизайна дизайна именно вертикальном формате вот слева и справа роли это это все видео на то есть это не фотографии то видео которые там сменяются планы определенным образом движется камера справа это просто снятый показ подиумный показ и вот интересно тоже вот метафора собора здесь но не только как бы кроме собора можно же другие какие-то аналогии приводить вот одна из аналогии это вот именно подиум другая вот метафора да это подиумный показ то есть человек который определенным образом одет и он просто идет и как бы а другую еще одну метафора который можно привести да вот что что такое человек который идет по подиуму это может быть кривой персонаж который перемещается по сцене на то есть вот человек который погружен в какую в какую-то обстановку и он сквозь нее движется камера движется вслед за ними вот как бы наблюдаем это это перемещение третьего лица то все-таки все элементы можно использовать они могут применяться для того чтобы каким-то образом создать вызвать какие-то ощущения там создать впечатление у зрителя управлять его вниманием захватить и так далее интересно то как пользуется этим форматом как его обыгрывают не модный бренда скажем бренд а издатели издатели каких-то сетевые издания там традиционные издания вот например слева мы видим историю сфотографирована снятую с экрана до истории которая была в профайле у американского журнала сетевого журнала варит вот они предлагают как бы такие но это можно назвать анонсами статей да когда вы какую-то какой-то лонгрид не длинную подробную статью вместо того чтобы скажем предлагать просто ссылку на нее вы предлагаете короткую короткий пересказ этой статьи да то есть пользователь если он не хочет читать статью он может как бы получить кратко о чем была эта статья и здесь внизу если присмотритесь слева есть такой элемент управления кнопка еще да тут если кто-то хочет получить подробную информацию можно пальцем смахнуть эту историю вверх и получить доступ к получить доступ к полной полной версии вот так интересно выигрывает вопрос о том да можно ли уместить лонгрид статью которая обычно читается там на 15-20 минут 15 секунд может более чем потому что лонгрид обычно содержит множество воды особенно если это статья в таком американском стиле к нему предлагает кучу примеров всевозможных там словесной шелухи вместо чтобы вести разговор по существу а вот если вы хотите разговор по существу быть в теме вот пожалуйста за 15 секунд просматривать эти истории варит вы остаетесь в курсе каких-то ключевых ключевых новостей которые редактор преподносит как основные а вот справа здесь же показана история который публикует вот типичная история который публикует публикуется в аккаунте министерства просвещения вот они у них такой стиль публикуется значит краткая информация о событии дня на вот например 7 февраля этого события было связано с именем николая иван челобачевского и вот как бы такие истории постоянно можно можно видеть то есть министерство просвещения но использует использует историю потенциал 15 секунд это причем это это хочу сказать что здесь не видео это как раз статичный план то есть то есть фотография на котором наложен текст вот 15 демонстрируется можно узнать что было сегодня интересно в истории науки как будто связано с деятельностью просветителей отечественных чтобы объяснить что делаю я я занимался работой со своими студентами занимался синтезом пытаясь ну как бы по большому счету честно хочу признаться что я игрался используя приемы и видеомонтажа и попытки как-то обыграть вот эту идею обложки да потому что справа здесь это сильно напоминает обложку какого-то издания да когда есть фотография портрет есть какой-то крупные заголовки есть какой-то небольшой построчник и вот мою историю некоторые увидели например вот так сейчас я перевесну слайд и вот это то чем собственно я чем я занимаюсь как я пытаюсь привлечь как я пытаюсь привлечь внимание своих студентов то есть здесь есть и какая-то фотография часто это ирония какая-то шутка вот я в анонсе писал про мемы здесь вот мемы в более широком смысле то есть какая-то фотография которая или картинка которая содержит шутку и текст ироничный и какой-то какой-то элемент интерактива вот мы сейчас будем о нем говорить и одновременно элементы дизайна типа графики то есть я вот все это пытался совместить чтобы просто посмотреть насколько насколько интересным будут этот контент насколько увеличится может быть там количество просмотров моих историй если вас интересует количество зрителей которые у меня регулярно есть то вот на каждом на каждом слайде которые буду приводить фотографии с моего экрана вот здесь внизу написано что просмотров вот у меня стабильно там сто сто двадцать может быть сто тридцать просмотр то есть сто сто двадцать тридцать человек смотрят на истории это мои студенты и они каким-то образом голосуют но вот здесь не смысле не то что голосует они отвечают реагируют на эти истории ставят там можно на историю по-разному реагировать иногда есть элементы для обратной связи иногда я без элементов оставляю пользователями что-то просто пишут в комментариях и вот таким образом я пытался понять вообще могу ли я что-то выжать из этого формата вопросах людмила васильевна спрашивает только ли это формат для истории ну вот я хочу сказать что это формат не только для истории но я а я сейчас говорю вот конкретно на примере история то есть это вот формат когда мы говорим формате я имею ввиду формат не просто как формат видео на 15 секунд и 9 на 16 а я имею формат вместе с тем как это вписано в интерфейс на что это формат смысле это формат именно истории то есть это то тот контент который пользователь встречает в условиях инстаграма где вот у него есть бесконечная лента с фотографиями у него есть бесконечная лента с историями там от других пользователей он их листает между ними появляется реклама и так далее так далее мы об этом всем будем говорить вот для меня формата в таком плане на что я говорю о том как можно что можно вот эти 15 секунд как можно в эти 15 секунд что-то уместить вот именно условиях вот этого интерфейса бесконечного какого-то листания с которым с которым сталкивается к которому привыкает пользователь в инстаграме вот мы сейчас будем говорить о том непосредственно будем говорить о том как это можно использовать в обучении и я сегодня буду в роли скептика и чтобы подтвердить свой скептицизм каким-то образом обосновать его что ли я обращаюсь к теории 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 новых медиа которые разрабатывал и продолжает разрабатывать лев манович имя льва мановича я думаю оно не нуждается в рекламе если кто-то незнаком вы можете загуглить лев манович и вот книга замечательный язык новых медиа она была к сожалению совсем недавно переведена на русский язык а вообще она была написана на рубеже до 2000 году и он вот очень интересно очень интересную идею там сформулировал о том что база данных служит символической формы современности вот он противопоставляет две формы одна форма это нарратив когда это культурный для него это культурный форм до форма культуры то есть совокупного опыта людей которые так или иначе находится в информационном пространстве и вот он презентуется тем кто этот опыт пытается усвоить например это пытаемся добиться его усвоения в процессе обучения процессе воспитания и вот манович говорит о том что сейчас есть две две формы основных одна форма это нарративная форма когда изложение построена в виде какой-то истории когда учащиеся получают просто свалку фактов свалку информации они получают набор каких-то каких-то сведений которые организованы посредством причинно-следственных связь связи то есть вот мы традиционно строим урок строим лекцию любое изложение в виде нарратива то есть вот мы смотрим например кино и вот в кино есть какой-то сюжет то есть что-то с чем-то связано современности манович утверждает она ведет к тому что вот в интернете где много-много всего существует одновременно она она представлена каким-то сумасшедшим огромным архивом которому к тому же очень сложно с оценочными суждениями потому что у нас есть например youtube найти вы можете смотреть допустим записи каких-нибудь там не знаю театральных постановок одновременно там же и записи каких-нибудь блогер которые занимаются полной глупостью то есть вот это это существует одновременно рядом и как бы молодежь когда оказывается интернете молодые люди они живут в условиях когда все вот это рядом и одновременно манович говорит о том что а вот такая форма она характерна для на современности и она адресует как раз в базе данных на не просто свалка или архив да а вот именно база данных которых которых все это одновременно в куче рядом положено они организованы с помощью каких-то причинно-следственных связей потому что вы можете смотреть я сказал да вот театральную постановку и тут же у вас рядом в списке рекомендаций появляется там какой-нибудь знаю там дуть или кто-нибудь кто-нибудь какой-нибудь блогер который несет полную чушь и как как одно с другим связано с точки зрения там системы ценностей и так далее то есть не совсем понятно и вот как бы вот условиях базы данных мы существуем но у вас данных есть одно преимущество она в отличие от обычной свалки она предполагает удобство поиска и из извлечений информации на ты если вы знаете что искать то вы в принципе можете это найти потому что вся информация инвексируется но нужно знать чтобы искать нужно знать как искать от проблемы заключается то что обучение вас мы хотим выстраивать обучение с помощью этих социальных сервисов все возможны она всегда предполагает конкретные нарративы и манович пишет о том что в принципе база данных она не исключают нарративов но она от очень важно в ней изначально нет условий, которые бы как сказать делали нарратив обязательно то есть нет какого-то обязательно нарратива нарративов может быть сколько угодно и в принципе любой объект высокой культуры можно встроить в нарратив низкой культуры который какой-нибудь блогер в своем изложении предложит на том же ютюбе вот это вот минус с этим нужно как-то жить собственно вопрос а что же делать вот мы много говорим о том когда вот мы первый вопрос который нас интересует обычно это как управлять вниманием пользователя потому что ну хорошо я открыл на ютюбе ролик в котором скажем записана театральная постановка для часа полтора часа и вот как вы сидите полтора часа чтобы не сорваться там не открыть в другой закладке что-то не запустить другой ролик там еще же реклама лезет то есть вот как быть вот управлять вниманием часто можно слышать такой такой термин экономика внимания там управления вниманием и так далее я хочу здесь сделать отсылку к отечественной психолога педагогической школе именно к школе гальперина который рассматривал внимание как действие контроля вот это очень очень важно для для меня сейчас рассматривать такая трактовка внимания именно как действие контроля потому что когда мы говорим о внимании и часто вот кроме кроме всего прочего вот то что вот в эфире находится то что мы слышим нам приводят какие-то цифры то что скажем внимание студента она измеряется там каким-то десятью или двадцатью минутами пока в котором состоянии слушать лектора а потом он засыпает и вот лекция на полтора часа это плохо там режьте все на 10 минут и так далее то есть ну вот внимание она не не про 10 минут там про при 15 секунд внимания не про ту ну как бы оно не про то как долго пользователь может что-то смотреть одно тоже да да она про то как осуществляется контроль за тем что пользователи делает а вот что пользу能ут и данном случае от польз spread經 смотрит на вот как осуществляется то есть внимание что чтобы до чтобы нам четко это проговорить внимание она о том как они о том сколько время на том как мы смотрим конкретный контент и но опять же если мы поставим вопрос таким образом то мы упрёмся в проблему интерфейса потому что в инстаграме кто пользуется знает и кто не пользуется я сейчас скажу когда вы смотрите какую-то историю вот если открыть вот например одна из моих историй сейчас то она вот весь экран занимает и интерфейс здесь как бы здесь все располагает к тому чтобы перестать ее смотреть потому что если дотронуть пальцем она перелеснется если дотронуть пальцем ék другую сторону и она закроется если вот там листать верх-вниз если я снизу верх progressive там еще что-то появится на то есть вот интерфейс он он как бы не время а интерфейс определяет что дальше сделает пользователь и он может быть на нашей стороне в том плане что интерфейс который освобождает нас лишнего шума и 100 истории тем и хороши да что если скажем пользователь открыл что-то то она занимает весь экран но с другой стороны вот эти вот функции там смахните влево смахните вправо или там дотронитесь до экрана и тут же все перелеснется они иногда да не иногда они часто не на нашей стороне потому что надо пользователь случайно кликнул что-то куда-то перелеснулась и вот это вот это все то что связано с проблемой внимания а еще важный момент и манович тоже на него обращает внимание это это проблема алгоритма потому что социальные медиа вот я долгое время выступаю в роли адвоката использования вот именно социальных медиа в обучении они сейчас очень и нам очень не на нашей стороне потому что лента в которой демонстрируется обновление она не управляется нами и постоянно меня то есть вот когда я что-то вижу на экране заходя в социальный сервис я вижу не то что я бы хотел увидеть а то что хотели бы разработчики чтобы я увидела они хотели бы чтобы я видел как можно больше рекламы или контента который похож на то что я смотрю и вот эти вот алгоритмы которые управляет тем что я вижу допустим если я хочу чтобы мои студенты видели мои истории допустим если я буду постоянно там какой-то образовательный контент и предлагать то они чтобы они видели мои истории нужно чтобы я был у них вот здесь вот вначале а вот здесь вначале у них буду не я а будут те там 15 20 пользователей которых для них определил алгоритм пока у кого они как бы чаще смотрят или там с кем они общаются или кто им нравится я не знаю как работать алгоритм и никто не знает как они работают никто не расскажет как они работают потому что вот вот в них вот внимание она как Как раз вот про это, про алгоритмы социальных медиа, которые решают, что пользователь будет смотреть. И в таких условиях очень сложно говорить об обучении, потому что обучение, как мы знаем, это целенаправленный процесс. А этот целенаправленный процесс, он целенаправленный процесс управления учебной деятельностью. Он предполагает, что у нас будет возможность выстраивать какой-то нарратив, что мы решим, что пользователь увидит дальше, что пользователь увидит, если он вернется назад. Потому что в социальных сетях очень интересно, когда вы начинаете что-то смотреть, вот вы леснули вперед, или нечаянно ткнули в рекламу, и вы потом нажимаете назад. И вот очень интересно, вот если вы нажмете назад, вы вернетесь назад, или назад, это еще один вариант вперед. Потому что иногда возвращаетесь назад, и вы получаете снова что-то, что-то как бы третье уже. То есть вот эти моменты, эти алгоритмы, они, если говорить о внимании именно как о действии контроля, они обнаруживают для нас эту проблему. Потому что, а кто, собственно, управляет внимание? Внимание в интернете, вот в этих социальных сервисах, платформах, это не о том, сколько времени у вас есть. Это о том, в условиях какого интерфейса вы существуете. Но вот истории, они хороши тем, почему именно я говорю про формат истории, что вы заполучаете на 15 секунд весь экран. И если вы что-то интересное предложили пользователю, то есть шанс, что на вот эти 15 секунд он ваш. Вот плохие новости для всех, кто хочет обучать, пользуясь вот этими инструментами, заключается в том, что мы получаем образование. Но вот интересно, что вот мы часто говорим не о том, вот можно услышать, что образование, оно переходит в такой формат как бы уберизованного образования. Да, вот убер, еще один такой интересный американский сервис, на который часто по ошибке обращают внимание, что вот какой-то, знаете, такси, 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 такси убер. Вот образование, оно тоже как бы случается сейчас в таком формате, что вот вы можете в школу не ходить, вы можете себе там через скайп найти репетиторов в таком формате убера. И вот происходит уберизация образования. А вот нужно говорить, мне кажется, ну вот этот термин уберизация образования, он маскирует проблему, потому что у нас происходит не уберизация, а у нас происходит нетфликсизация образования. То есть у нас контент, который мы получаем, который как бы должен по идее какие-то образовательные задачи, педагогические задачи решать, он преподносится в формате нетфликс. Интересно, Джаран Ланье в одном из своих выступлений охарактеризовал Netflix так, что вот вы, когда заходите на Netflix, если вы хотите посмотреть какой-то фильм, скажем, фильм серьезный кинематограф, то его, естественно, там нет. То есть там нет серьезного кинематографа на этом канале, там есть дешевая жвачка, вот такое кино, сериалы, всевозможные убийцы времени. То есть там нет того, что вы ищете или того, что вы хотите, но там всегда есть то, что вам могло бы понравиться, что вас могло бы увлечь. То же самое вот на этих платформах, что нас-то завлекает и говорят, что посмотрите, там же тоже можно какое-то обучение строить. Но какое обучение там можно строить, если пользователь окажется в условиях, когда, скажем, он пришел за одним, но вот этого одного сразу не было, но зато ему подсунули что-то другое, что его увлекло, и в результате наши студенты вот интересуются не какими-то там, может быть, задачами, да, которые мы пытаемся подсунуть в Инстаграме, там, в занимательной форме, там, какие-то олимпиадные или занимательные задания, да, они вот попадают на курсы, там, не знаю, скажем, курсы, там, маникюр или еще чего-то, да, вот очень популярны сейчас у моих студентов курсы, там, по маникюру, вот такой легкий заработок в сфере обслуживания. Вот это вот реальность нетфлексизации образования. И в таких условиях вот как можно говорить о, что вот этот сервис может дать для обучения. Вот американские коллеги, если вы посмотрите, как они предлагают использовать сегодня сервисы типа Инстаграма и других социальных платформ в образовании, они сразу кучу там идей вам накидают, что там и жизнь класса документировать, и какие-то интересные задачи, и вот давать задания ученикам, чтобы они выкладывали там какие-то фотки, что-то там документировали, там, какую-то природу, еще что-то там как-то писали в своих аккаунтах. Вот если я своих студентов попрошу какое-то задание выполнить, скажем, там, что-то сфотографировать и выложить у себя в ленте, они на меня посмотрят как на, ну, как на дурака, потому что, ну, у нас это так не работает. То есть, если вы посмотрите, что ваши студенты, что ваши старшеклассники, ну, вот если у кого-то есть, выкладывают в историях, там, в том же Инстаграме, в том же ВКонтакте, то вы очень серьезно разочаруетесь в них, потому что там, ну, вот, как бы мат, выпивка, гулянки какие-то, ну, как бы совершенно другой формат. И вот это то, что предлагают американцы, коллеги, я вот не знаю, где они это взяли, но это не работает просто, вот, нельзя, вот, я пытался тоже выкладывать в историях какие-то задачи занимательные, по той же теории вероятности, вот мой курс, который я читаю, и какую-то обратную связь получить, ну, не идет это, это просто неинтересно, то есть, невозможно нагрузить кого-то задачи, вот эти 15 секунд, или там, что-то изложить по делу, да, именно по предмету, какую-то дидактическую задачу решить. То есть, это не для дидактических задач, потому что, ну, они это не найдут, вот там, пожалуйста, Netflix, им это неинтересно, и они зайдут, и до того, как они доберутся до ваших историй, они увидят кучу всего того, что им тоже будет очень интересно, и в совершенно другом формате. Поэтому я, как бы, отвечая для себя на вопрос о том, как вообще этим пользоваться, пришел к выводу о том, что использовать нужно Instagram для решения задач воспитательного плана. Ну, вот, опять же, здесь на слайде цитата Измановича, если вы презентацию скачаете, там все эти ссылки есть, я, как бы, немножко уже, чтобы закруглиться, сейчас ускорюсь. Вот Instagram – это трансляция определенного стиля жизни, в таких условиях мы не дидактические задачи решаем, мы решаем задачи, скорее, воспитательного плана, потому что о стиле жизни, как Манович пишет, это не о том, как люди что-то делают, да, там, решают какие-то задачи, это о том, как люди просто есть, да, то есть, они тусят в кафушках, или они тусят на вписке, у них там алкоголь, они орут, ругаются матом, и абсолютно все равно, что преподаватели это смотрят, да, то есть, вот, вот эта трансляция стиля жизни, вот надо как-то, вот эту трансляцию вклиниться со своим собственным стилем жизни, вот то, что я пытался в какой-то форме, может быть, немножко там ироничной форме, все прошедшие полгода делать, работая со своими, со своими первокурсниками, которых мне доверили, чтобы я вот ими руководил. И у меня задача была, каким-то образом, вот через этот воспитательный момент, удержать у них высокую мотивацию, сохранить динамику в группе, чтобы они дружили друг с другом, там, не ругались, делились там лекциями, может быть, конспектами, как-то настроить их на сессию, где-то их мотивировать, то есть, ну, такой вот воспитательный момент образования, то есть, не обучение, то есть, мне кажется, это бессмысленно, как бы сам формат, сам интерфейс, он не позволяет нам говорить о внимании, если мы не можем говорить о внимании, ну, внимание это основа любого действия, ну, как мы знаем, в действии есть исполнительная часть, есть ориентировочная часть, вот ориентировочная часть без контроля, без внимания, она невозможна, то есть, ну, как учить? Да никак. Воспитывать каким-то образом. Что вот интересно еще, когда мы говорим о воспитании, я наблюдаю за тем, какие истории публикуют молодые учителя, которых я знаю. И, ну вот, как бы они тоже транслируют какой-то образ жизни. И этот образ жизни не всегда вписывается в то представление, которое у нас такое романтичное сложилось об учителе молодом. То есть, ну, как-то вот нужно. То есть, я свою миссию вижу как воспитательную миссию, чтобы вклиниться вот в этот эфир со своими 15 секундами, показать что-то другое. Каким-то образом настроить ребят на какой-то другой стиль жизни, что ли, жизнь студента, который успевает учиться, который вообще учится, или которого учиться, это важно. И вот если вы посмотрите, вот я на слайде показал эту историю, которую я делаю. Я очень многое снимаю. Ну вот студенты знают, что вот Иван Юрьевич, он всегда с камеры, в смысле с телефона что-то записывает, они уже привыкли к этому. Я вот избрал такую стратегию, я их записывал, делал какие-то коллажи, видеомонтаж. И постоянно выкладывал, чтобы они посмотрели на себя со стороны. И иногда это просто какая-то запись видео, допустим, у них была лекция, где они демонстрировали свои презентации, рассказывали себе. Я это снял, вот справа здесь это показано. И всех в этой истории понатмечал. То есть, ребята могут, когда смотрят это видео, кликнуть в свою отметку и перейти там в свой профайл. И вот кому-то это нравится, кому-то может быть не очень. А слева тоже я снял ребят, когда они занимались какими-то делами. И вот показал то, что вот как можно провести последнюю неделю декабря непосредственно перед каникулами. Потом сессия начинается. То есть вот такая стратегия у меня была. Вот что можно было поместить в 15 секунд. Вот здесь на этом слайде это просто статический снимок. Это две разные истории. Слева и справа две разные истории. Но в оригинале, когда пользователи смотрели, это все двигалось. То есть вот на видео, вот эти вот слева, вот эти вот кубики, квадратные кадры, там все были ролики, видео, все двигалось. Вот еще очень интересно, когда вы делаете эти истории. Я очень кратко скажу, это нужно начать пользоваться Инстаграм, чтобы просто экспериментальным путем нащупать вот эти инструменты интерактива. Когда вы публикуете вот этот контент, вы можете его сопроводить упоминанием. Вот очень важно добавлять в ролики, если там есть какие-то люди, упоминания. Потому что если пользователь упомянут в этой истории, то он не просто это видит. И другие могут через это упоминание попасть к этому пользователю. А он может эту историю как бы переопубликовать, зарепостить у себя. То есть вы выложили какую-то историю, пользователь там упомянут, студент, допустим, вашему это нравится. И он может эту же историю публиковать у себя в своей собственной истории. То есть таким образом у вас организуется взаимодействие. То есть что-то для них снимаете, они смотрят на себя со стороны, им нравится, не нравится. Вы понимаете, нравится им это или не нравится. Такая вот форма опосредованной рефлексии, которую вы фасилитируете для них. Хэштеги, ну про хэштеги все знают. Опрос, вот эти голосования, когда вы что-то выкладываете и предлагаете пользователям проголосовать. Ну вот голосование, я обнаружил то, что не работают какие-то сложные голосования, где вы предлагаете пользователям студии, я предлагаю студентам какой-то сложный выбор, какую-то задачу вчитаться, что-то выбрать. Работает в основном голосование, где вот в шуточной форме предлагается какой-то вариант отражения того опыта, который происходит со студентами. Вот, например, у ребят слева, они сдали последний экзамен, и вот видите, здесь было два варианта, да, куда они убежали. Там в ролике ребята, две девушки, они как бы хлопнули в ладоши и убегают из кадра быстро. И вот какой вопрос, куда они убежали. Вот есть испатели во второй семестр, да. И как бы вот такое нравится, они лайкают. Но не просто смотрят, да, а вот именно то, что было с ними, они видят это со стороны, как они себя ведут. То есть они по-дурацки себя ведут, или может быть это смешно, там оригинально. И там радость какая-то, да, что вот последний экзамен мы это сделали, наконец, да, куда мы побежали. Мы убежали в будущее, да, то есть это важно, потому что ты сдал, ты попадаешь в второй семестр. Ты не сдал, ты никуда не попадаешь. Или вот тоже слева, интересный такой шуточный вариант, тоже вот ребята сидят на полу, что они делают, да, чего они ждут. То есть вот такой вот интерактив я обнаружил опытным путем, что это работает. Это в 15 секунд вполне помещается. И вот буквально последний, немножко я уже залазю по времени, кратко скажу о том, где брать фотографии, там видео, если вот хотите сделать истории с каким-то... Вот я часто делаю истории в такой шуточной форме, которые сопровождаю картинками или видео из музыку тоже. Вот я часто ставлю классическую музыку, чтобы не звучал этот ужасный рэп, который я ненавижу, или музыка, которая вообще музыкой не является. Вот где все это брать? Ну вот, если я беру какие-то фотографии, я их просто беру, как бы не спрашивая. Потому что, ну, вот мне кажется, что не проблема взять какую-то... Затем, как работает Инстаграм, если я выложу в Инстаграм ролик 15-секундный из какой-то популярной песни на фоне, и если я выложу это, скажем, в IGTV, ну, там есть, как бы, такой вариант публиковать видеоролики длинные, там, до 10 минут, то Инстаграм меня накажет за это, он скажет, что у вас нет права на использование этой музыки. А если я выложу то же самое в истории, то Инстаграм на это никак не реагирует. Ну, выложил и выложил. То есть я, как бы, опытным путем определил то, что Инстаграм не карает за использование каких-то материалов, потому что, ну, как бы, 24 часа я там использовал какой-то материал, через 24 часа он исчезнет. Ну, вот я называю, как бы, честным цитированием. И где это брать? А брать можно, если вы, как бы, себе разрешаете, сами себе разрешаете это делать, то брать можно где угодно. Вот я, например, записывал с экрана или скачивал ролики. Вот это все я делаю на мобильном устройстве, я сейчас скажу. Я записывал ролики, вот здесь фрагменты из оперы. Вот слева это волшебное, с плейта справа это Тоска. И вот это тоже все видео, оно двигалось, на него наложен текст. Здесь вот, видите, снизу там был такой элемент интерактива. Вот этот ползунок, там, с книжкой, который можно было выкинуть справа, там, голосование, в которое ребята тыкали. То есть вот, вот, как бы, где брать контент? Контент можно брать в интернете где угодно. Это, как бы, это история, это что-то такое мимолетное. На 24 часа никто не умрет, если вы покажете, там, не знаю, что-нибудь фотографию с выставки, она все равно там исчезнет потом. То есть я сильно по этому поводу не заморачиваюсь и вам советую тоже не страдать. Потому что мы это используем в учебных целях, в воспитательных целях. На 24 часа я называю это честное цитирование. Инструменты, которыми я пользуюсь, я работаю только на мобильном устройстве. Кратко я покажу приложения, которые есть. Ну, в принципе, приложения можно использовать любые. У меня, если вас конкретно интересует, можете скачать презентацию, там все это останется. Я использую PIXAMATIC, PIXLER, FONTA и вот видеоредактор я использую, видеолип. Если вас интересует уровень, как бы, сложности, вот в плане редактирования видео, ну, есть, конечно, сложные истории, которые я делаю, с которыми я вот очень серьезно работаю. Например, история, которую я показывал, где там было 4 кадра. Сейчас назад отмотаю. Вот история слева. Она очень сложная в плане технического исполнения, потому что здесь это все на мобильном устройстве было сделано. В одном редакторе я создал вот этот, все элементы типографики, то есть текст, то есть шрифты. Шрифты их можно скачивать на мобильное устройство, пользоваться ими, да, то есть здесь специальный шрифт. Потом я это загрузил в видеоредактор. В видеоредакторе, используя нелинейный монтаж, наложил вот эти 4 видео, вот эти 4 кадра. Потом все это свел, опубликовал на Instagram. Ну, это не является обязательным, да, то есть вот, например, если вы используете iPhone и хотите, как бы, тот же уровень сложности, вот, которым пользуюсь я, но, опять же, я не всегда это делаю, да, когда мне, скажем, интересно с вами поиграться, то вот есть вот этот редактор VideoLib. Что вообще можно сделать на мобильном устройстве? В этом редакторе, почему мне нужен компьютер, почему мне нужно какое-то сложное оборудование? Тут есть нелинейный монтаж, там слои, там есть анимация, там вообще все есть. Там есть хромаки, вы можете снимать на фоне себя, на фоне зеленого экрана, там синего экрана, там любого экрана, вы просто убираете цвет, и он его заменяет. Тут произвольный формат кадра, вы можете делать видео вертикально, горизонтально, можете сделать квадратное видео, когда я ребятам делюсь каким-то видео, я обычно делаю его квадратным, если это в WhatsApp. Но это не обязательно, то есть вы можете взять любой редактор, который редактирует видео, просто его обрезает, этого будет достаточно. То есть все это делается на мобильном устройстве. И вот чтобы, вот еще тоже очень важный момент, что каким бы устройством вы не пользовались, на всех устройствах есть встроенные средства обработки видео и фото, вот очень важно освоиться с ними, это один из ключевых навыков, которые я выделяю, потому что часто ребята что-то сбрасывают, и знаете, говорят, дорогая ложка к обеду, с вами делятся каким-то контентом, и ждут, что реакция будет мгновенной. И можно тут же сфотать экран, сделать подметки на том, что тебе пристали отправить назад. То есть вот эти встроенные средства, они очень важны. И ребята, кстати, часто этим и очень активно пользуются, потому что вот у меня, допустим, ребята вообще в истории выкладывают все, что угодно. Я иногда пишу им что-нибудь в чате, вот в личной беседе, они тут же это фотографируют с экрана, что там подписывают, обрисуют, выкладывают в истории, и я вижу то, что они как-то среагировали, им это понравилось и не понравилось. Вот, кстати, тоже интересно, да, что все, что мы с ребятами делаем, оно в любой момент может как-то пасть на всеобщее обозрение, и это тоже нужно принимать этого внимания. Вот на этом слайде, подводя итог, я вывел основные навыки, которые я выделяю сейчас после полгода, моего полгода опыта, 15-ти секундного опыта, 14-15 секундного опыта с Инстаграм, с Инстаграм историями, то, что я для себя отметил. То, что мне очень нужно, и то, что, я думаю, понадобится вам, если вы хотите работать в таком же формате. Во-первых, это нужно научиться быстро включать камеру. Это может быть покажется сейчас глупостью или банальностью, но это очень важно. У каждого устройства есть свои фишки в плане, там, кнопка, может быть, которая быстро запускает камеру, или там на экране какая-то быстрый старт прямо с экрана блокировки. Вот этому всему нужно научиться, потому что часто, когда вы находитесь в аудитории или, допустим, на улице с ребятами, вы видите какой-то момент и понимаете, что его нужно отрефлексировать. То есть я хочу это задокументировать, каким-то своим комментарием снабдить и сделать это предметом истории, Инстаграм истории, вот эти 15 секунд. Мне нужно уметь быстро достать, включить и снимать. Потому что часто есть такие моменты, которые я пропускаю, но вот я уже научился. Во-вторых, скриншот с экрана. Это все должны научиться делать скриншот с экрана. Это обязательно просто. Потому что очень много... Это в том числе для идей, потому что я смотрю какие-нибудь истории, там, истории брендов, там, или какие-нибудь видео, еще что-то. Я очень много скриншотов делаю. Это идеи, да, то есть вы не собираете какие-то идеи, они у вас потом в памяти телефона остаются. Чужие истории, когда вы смотрите скриншот, все у вас осталось, вы эту идею для себя сохранили. или история, которую вы не можете, скажем, перепостить, но вы можете ее сфотографировать, как-то обернуть и сделать ее своей историей. Захват видео с экрана. Кстати, где брать аудио, где брать музыку? Меня спрашивают, как вы берете музыку? Да никак, я захожу на YouTube, нахожу клип или нахожу видео, которое меня интересует, включаю запись с экрана, включаю это видео, и у меня через 20 секунд есть вот эти 20 секунд записанного музыки или видео, все, что мне нужно. Потом я их обрезаю до нужного размера. И вот здесь есть еще предпоследний пункт в этом списке, отделение звука. Если вы откроете какой-нибудь видеоредактор на том же iPhone или еще где-то, часто есть такая функция отделить звук от видео. То есть вы вставляете этот ролик, отделяете звук, то есть звук отдельно, видео отдельно, видео удаляете, оно вам не нужно, а звук двигаете под свое видео. То есть вы таким образом можете получить любую музыку, которая вас интересует. В том числе вы можете какую-нибудь чужую речь взять ее, ее там поместить под свою какую-нибудь картинку и так далее. Редактирование видео встроенными инструментами. Редактирование видео и фото. Я об этом сказал, это очень важно, потому что часто не нужны никакие сложные редакторы. Достаточно добавить какой-то комментарий, что-то от руки нарисовать. Во всех мобильных операционках в Android, в iOS это есть, научитесь это делать. Работа со слоями в любом редакторе. Есть редакторы, фоторедакторы, ну вот я использую PIXOMATIC, когда можно несколько фотографий наложить, одну из них там что-то где-то стереть, то есть вот несколько слоев, там какой-то коллаж сделать, коллажи тоже бывают очень интересные, тоже интересно. Типографика. Типографика, научитесь работать со шрифтами. Шрифты можно, ну вот я использую редактор фонда, а там он позволяет менять шрифты, скачивать их и пользоваться. Ну вот, например, если я хочу какую-нибудь такую эстетику, в истории хочу эстетику какого-нибудь глянца, глянцевого журнала, то я использую журнальные такие шрифты, там засечками, там шрифты типа вот как Vogue используют, ну вот иногда пошутить можно, такой вот элемент использовать, но с этим тоже нужно разобраться, ну то есть как использовать шрифты. Это все реализуем на мобильном телефоне, это несложно, с этим можно сделать. Монтаж видео. Монтаж видео бывает линейный, когда вы просто видео встраиваете в ряд. Ну вот, Манович, кстати, интересно пишет о том, что эстетика базы данных, в отличие от эстетики вот нарратива, она приводит к тому, что появляется сложная работа, вот когда мы видим какой-то видеоряд, мы понимаем то, что он состоит из множества слоев. То есть уже не столько монтаж, как сменяющие друг друга планы, в историях и так планы сменяют друг друга. Одна история закончилась, началась другая, или после листает их пальцами. То есть все это есть, вот этот линейный монтаж. Как правило, люди сейчас, профессионалы, педалируют какими-то элементами такого вот именно наслаивающегося, нелинейного там. Если вот вы будете использовать тоже редактор, который я использую, VideoLib, Enlight VideoLib, то там все это есть, можно использовать. Ну вот если вы хотите, можно разобраться с этим нелинейным монтажом. Ну, линейный монтаж тоже интересен. Иногда можно там что-то где-то подставить, какие-то такие шуточные фишки сделать за счет того, что вот быстро меняющиеся планы, там что-то из ZeroLash где-то вставить, музыку или там кадр и так далее. Отделение звука я сказал. Ну и наконец, вот использование Interactive в Instagram. С этим всем можно разобраться, с этим всем нужно разобраться. Честно, у меня нет никакого готового рецепта, что работает. Ну вот я для себя определил, что со студентами работают какие-то шуточные голосования, которые не имеют целью, скажем, собрать какую-то реальную статистику с пользователями, да, или там, скажем, предложить ему проголосовать за два варианта решения задачи, какой там правильный. Просто вот что-то, какие-то два варианта, которые оба, может быть, будут правильными, оба будут смешными, вот как на этом слайде, если я сейчас вернусь, и оба очень важны, решают задачу ту, которая меня вот интересует. Меня вот интересует воспитательная задача, да, вот рефлексия, чтобы ребята оглянулись на то, что с ними происходит, в образовательном процессе, да, вот, вот тут два варианта, что они ждут подарки, сдают зачет. И то и другое прикольно, и то и другое смешно, несложно кликнуть, не требует много мозгов, да, чтобы там вчитываться. Ну, что, знаете, когда вы что-то сложное ребятам предлагаете, они, как бы, боятся сразу проголосовать, это же надо подумать, там же решить, выбрать, принять решение, и они откладывают на потом, но они потом не вернутся уже к этой истории, то есть, ну, как бы, ну, что-то простое приложить, вот это простое, оно, он прочел, он уже схватил, ему это запало, он подумал об этом, да, то, что, ну, что вот с ними происходит. Вот ребята сидели, они на самом деле ждали подарков, но в то же время они на этой неделе уже сдавали зачет, и вот, как бы, не двояко можно было выглянуть на то, что с ними происходит. Ну, и вот последний вопрос, честно, я его вынес на слайд, но я не знаю, как ответить. Ну, вот, у Мановича есть ответ, вот, если мы говорили об открытых образовательных ресурсах в интернете, и мы, в принципе, поняли, разобрались, что открытые образовательные ресурсы, они у коннективистов, вот, в массовых открытых онлайн-курсах, да, те курсы, которых уже нет, и которых никогда уже, скорее всего, не будет. Вот то, что сейчас предлагается, массовые открытые онлайн-курсы, это, естественно, не то, что было у нас лет пять назад, пять-то восемь лет назад, то, что было очень интересно и классно, сейчас этого нет. Сейчас у нас есть немножко другое, называется этим именем. Ну, вот, тогда было понятно, что вот открытые образовательные ресурсы, это язык, язык, посредством которого ученики осуществляют свою, как бы, которые кристаллизуются, результаты, результаты, процессы, результаты учебной деятельности, в ходе тех, этого сетевого, открытого обучения, а вот, вот эти истории в Инстаграм, можно ли на них тоже как-то взглянуть и попытаться понять, то, что, ну, вот, хорошо, не для обучения мы их будем использовать, не дидактические задачи мы будем решать, если мы будем решать, какие-то воспитательные задачи, такую вот рефлексию может быть, в плане, вот, именно, воспитания какого-то стиля жизни, правильного стиля жизни, правильного студента, да, вот, можно ли вас посмотреть на это все, на этот формат, как на какой-то язык, да, посредством которого студенты общаются друг с другом, потому что, ну, вот, я регулярно смотрю истории, которые записывают мои студенты, и, вот, ну, иногда я очень расстраиваюсь, потому что, ну, я вижу то, что, ну, я бы не хотел видеть, или, ребята, они показывают себя как, как, ну, не знаю, представители того социального класса, с которым я бы не хотел общаться, тратить на него время, ну, вот, я вот вам уже с ними взаимодействовать, что, вот, я вот с ними там, может быть, тупее где-то или проседаю, вот, то есть, вот это тоже, вот, их язык, язык, ну, вот, Манович говорит о том, что, вообще, инстаграм, такой вот вылизанный инстаграм, вот, это, как бы, язык, вот, такого глобального класса молодых людей, которые используют эти инструменты, каким-то образом создает для себя образ какой-то, кто-то для себя создает там хипстерский образ, кто-то вот образ такого, не знаю, может быть, парня, лихого парня, там, с подворотня, который свободно от учебы времени зависает, но в писках, и вот у них там алкоголь, алкоголь, ну, причем, я бы не сказал, что они там пьют всю дорогу, но вот они, потому что я же их вижу, это не те студенты, которые ходят за полой, но вот у них прет такой контент, да, вот этих 15 секунд, это постоянно какие-то вписки, мат, алкоголь, то есть, ну, как-то я вот не знаю, вот с этим надо жить, и, как-то если концептуализировать это как язык, ну, вот, наверное, это тоже такой формат, формат какого-то такого общения молодежного, которое можно, можно как-то и нужно как-то плениться, чтобы показать, что, ну, вот у вас такой стиль жизни, у меня есть другой стиль жизни, вообще-то ребята, как бы нужно, не знаю, уважать себя, уважать себя, это, ну, вот так вот люди уважают себя, вот так они что-то предлагают, вот давайте я тоже вас сниму, покажу вам то, что вы можете выглядеть в кадре, вот эти 15 секунд, они могут быть организованы немножко по-другому, что вы-то, как бы вы, вроде молодые, красивые, хорошие, перспективные, зачем вам вот это, вот немножко другое есть, вот, то, что я имел вам сегодня сказать, к сожалению, я потраченное время немножко залез, еще 15 минут у вас отнял, и теперь мы переходим к вопросам, вы можете писать свои вопросы, сейчас я быстро пробегусь, на вкладке вопросы посмотрю сначала, потом переключусь в чат, вот меня спрашивали о том, исключаю ли я традиционный текст, в учебном материале текст, это самое лучшее изобретение человека, или я не прав, это спрашивает Александр Александрович Андреев, Александр Александрович, я в последнее время, все чаще прихожу к тому, то есть, или вот, как я провожу свободное время, я или слушаю что-то, там, какое-то кино смотрю, или там музыку слушаю классическую, или вот я читаю, то есть, для меня книга, то есть, это основа, то есть, книга, это самое лучшее, что есть все эти курсы, и честно, мне кажется, все это туфтой, вот если так, так, вульгарное выражение, применить книга, это самое лучшее, что есть текст, это самое лучшее, но к тексту нужно прийти, потому что у нас ребята, ну, они не умеют читать, да, как бы, я даже всегда настраиваю студентов, объясняю, то, что это нормально, если вы открыли учебник по математике, и почувствовали себя идиотом, да, то есть, они, они же еще, как, как сказать, сталкиваются с психологическими проблемами, ты открываешь книгу, мало того, что ты, мало того, что ты не можешь себя заставить ее читать, проложительное время, так ты еще и сталкиваешься с проблемой, книга унижает тебя, заставляет чувствовать тупым, но вот к этому, то есть, книга не для всех, к сожалению, к этому нужно идти, вот я надеюсь, что вот с помощью таких интервенций, в их стиле жизни, да, вот через эти вот свои 15 секунд, я каким-то образом их подложу к этому, Людмила Васильевна Рачкова спрашивает, это приложение, занимает ли приложение много места в памяти телефона, я так понимаю, что этот вопрос был про видеоредактор, видеоредактор много места не занимает, много места занимают сами видео, ну, я, как правило, старые видео, которыми я пользовался, удаляю, но что-то у меня остается, у меня архив очень много, фотографии, видео, которые я с ребятами снимал, иногда я не пользуюсь, для того, чтобы какой-то ремикс сделать, из того, что было, чтобы предложить ребятам ретроспективу, Вот, допустим, через что мы с вами прошли, о чем были эти полгода и так далее. Вот Александр Александрович спрашивает, что о вас говорят студенты. Или что о вас говорят студенты. Ну, знаете, Александр Александрович, я столкнулся с тем, что мне сложно сейчас понять, вообще нравится мне то, что происходит или нет. Потому что, с одной стороны, был какой-то момент, когда все решили, что я такой прямо друг студента. И я много времени тратил на то, чтобы заниматься дополнительно со своими ребятами. Потому что, ну, допустим, у них проблемы появляются, они стесняются подойти к своему преподавателю. Они, как бы, ну, я их и к преподавателю отправлял, чтобы они ему вопросы задавали. Ну, и с ними занимался. Вот, а потом, как бы, сложилась такая ситуация, когда ребята с других курсов, которые, как бы, я за них вообще не в ответе, никакого отношения ко мне не имеют, они тоже вот решили, что я с ними могу позаниматься. И вот у меня такие, не знаю, может быть, дружеские, где-то даже понебратские отношения стали складываться. И я чувствую, что, вот, с одной стороны, ну, вроде как, мне плохо не говорят. Да, вроде как бы, я не становлюсь объектом троллинга или какого-то издевательства. Но, как бы, находиться в хороших отношениях со всеми сразу, как бы, быть другом всем, это тоже, как бы, тяжело в психологическом плане. Потому что все ждут то, что, ну, я начну помогать их, вручать как-то где-то там. И там можно договариваться за них с преподавателями. Вот, но со своими ребятами, у которых я куратор, я иду им на встречу часто. Но с другими ребятами, ну, вот, я пока еще не понял, как вот на себе, как на себя вести с ними. И мне, честно говоря, как бы, не совсем понятно, куда меня это приведет. Вот, вот, ну, жизнь стала интереснее, честно хочу сказать, что сил у меня стало меньше, а жизнь стала интереснее. Вот, но и с другой стороны, есть такие моменты, которые меня очень серьезно расстраивают. Но это уже, они связаны с тем, что, когда общаешься с ребятами без купюр, но я хочу сказать, что у нас нет, нет, это миллиардности в общении. Меня называют по имени-отчеству, ко мне все обращаются на вы. Но мы очень многих вещах говорим с ними без купюр, да, то есть они, они знают, что, вот, я скажем, вижу какие-то истории, в которых они матерятся или пьют, или там голые где-то валяются. Вот, но мы, как бы, делаем вид, что, ну, как бы, я их не комментирую, они меня не комментируют. Но вот в нашем общении непосредственно в личном до такого, естественно, не доходит. Но вот этот градус, как бы, общения за счет того, что они понимают, что я-то это вижу, да, и я не понимаю, что я, как бы, от них ничего не требую явно. Не говорю им то, что там, а что ты тут материшься, не матерись. Хотя некоторым ребятам я писал о том, что, ну, вот, может быть, не очень красиво ты там подругу ранным словом называешь. Я понимаю, что у вас такой стиль общения, но, с другой стороны, зачем это нужно? Как бы, можно же немножко по-другому сказать. Это уже смешно, там, устромно будет, да, то есть вот такие моменты. Ну, вот я, как сказать, чтобы выразить мою позицию, она, моя позиция еще не сложилась. То есть я понимаю, что вот это общение без купюр, оно меня куда-то ведет, оно отнимает очень много сил, и я иногда очень сильно расстраиваюсь, потому что я узнаю о том, о чем, ну, вот, коллеги, может быть, ну, не видят, как есть, да, потому что мы считаем, что наши студенты, они наше будущее, они что-то куда-то... Вот, а я вижу это все без купюр, я понимаю то, что будущее, оно есть вообще или его нет, да, и как вот мне с ума не сойти, потому что я, как бы, ну, понятно, здесь ситуации, ну, мы очень многие работаем в системе образования не за деньги, да, то есть, как бы, деньги, они, естественно, не компенсируют всего того, что с нами происходит. И у меня есть какая-то миссия, или я верю в то, что у меня есть какая-то миссия, потому что надеюсь, вот эти все мои розовые очки, там, надежды и устремления, они очень быстро разбиваются вот эту реальность, которую я без купюр вижу за счет общения в таком стиле. И я иногда, как бы, думаю о том, что, да, вот то, что я делаю, оно вообще какое-то... Оно что-то в состоянии изменить или нет, или, не знаю, мне там проще все бросить и уйти куда-нибудь. То есть, ну, вот, как на мне это сказывается? Ну, мне тяжело психологически, честно. Я вот в такого пессимиста превратился. Коллеги, сейчас я возвращаюсь к чату. Ну, вот, в пессимиста-то я превратился, но чтобы вас не отговаривать, ну, это интересное путешествие такое. Как бы, я вот несколько раз пытался прочесть Данте божественную комедию, все время застревал в аду, вот. В этом семестре я в очередной раз принялся за Данте. Ад я прочитал, сейчас я застрял в чистилище. Я вот очень надеюсь, что вот, как я дочитаю Данте до идея до рая, также надеюсь, что я, наконец, со своими студентами выйду, выйду куда-то на светлую сторону, дойду до каких-то райских обителей. Мы с ними вот этот год полностью два семестра закончим. Вот. Но я хочу сказать, что мои ребята, как бы, у меня с одной группой хороший контакт, с другой группой у меня контакт, может быть, не очень, но я, как бы, чувствую, что мне удается где-то находить общий язык, работать с ребятами вместе. Кто-то, может быть, очень серьезно меня воспринимает за счет этого. Некоторые даже спрашивают, что вы ведете пару, но некоторые пары не ведут. Многие не верят, что мне 30+, многие считают, что мне там 25 с чем-то лет. Ну, вот, как бы, не знаю, может быть, я ломаю у них какие-то представления о традиционном преподавателе, но не знаю. Мне кажется, что я для себя решил, что я буду с ними общаться, что я постараюсь их куда-то вывести. И вот я пытаюсь куда-то их вывести. Надеюсь, что, по крайней мере, они не отчислятся, не повиснут в долгах, как часто у нас студенты виснут. Вот. Ну, не все, конечно, моя заслуга, но вот что-то я уже считаю, что на моей совести что-то, может быть, я смог их куда-то вывести за счет такого выбранного градуса и стиля общения. Мне это тяжело, но нравится. Хорошо. Вот коллеги спрашивают. Тут вопрос в чате был. Проблема со скачиванием презентации. Если у вас проблемы со скачиванием презентации, найдите меня в социальных сетях, напишите мне, я вам на почту вышлю. Так. Секундочку. К сожалению, у меня чат как-то по-дурацки листается. Очень интересный вебинар. Ну, коллеги, спасибо, что вам было интересно. А вот Валерий Иванович пишет, что-то веет пессимизмом. Надо ли мириться с тем, как студенты показывают себя. Валерий Иванович, а как мириться? Что я им скажу? Ну, вот я не знаю, честно. Можно, конечно, попробовать получить реакцию, когда я тебя пошлют на три буквы. И все, как бы, на этом общение закончится. Вот. Я решил то, что, ну, буду с чем-то мириться, на что-то буду закрывать глаза. Они меня лично не оскорбляют. Как бы, они, кстати, очень важно, что многие ребята, как сказать, они, может быть, и не хотят показывать, репрезентовать себя вот таким видом, вот таким вот образом, как я часто вижу в Инстаграме. Но они, как бы, попали... Ну, вот у Мановича очень интересно по поводу того, как ребята сегодня существуют в условиях отсутствия субкультур. Вот если посмотреть, субкультур же нет, их не стало, их все очень сглажено. Есть какие-то мейнстримовые направления, и вот ребята, они вписываются в какие-то направления, в рамках которых они... Жесткие рамки мейнстримов, в которых они существуют. Ну, вот есть такие ребята, которые там надеваются, а-ля там Гоша Рубчинский, такой вот уличный стрит-стайл, там гопник-не-гопник, непонятно кто, и там выпивка, еще что-то. Это же не значит, что они, как я говорил, да, что они в запой уходят. Потому что я учился, я знаю, что такое студенты, которые в мое время уходили в запой. Нет, они от них алкоголем не пахнут. Просто вот они себя так репрезентуют. У них вот такой стиль жизни. Ну, вот как-то, если с ними напрямую вот в лоб ругаться, естественно, все это будет в штыки, я ничего в ответ не получу. А если с ними потихонечку как-то что-то по-другому показывать, там, общаться с ними, немножко где-то общаться их языком, я чувствую, что я проседаю, общаясь с ними таким образом. Но с другой стороны, я понимаю, что, ну, какой-то контакт, какие-то вещи, ну, ребята... Практически перестанем утереться. Как бы, ну, иногда что-то, конечно, проскакивает, но, как бы, может быть, это моя заслуга. Может быть, нет, ну, по крайней мере, я не понимаю. Я хожу к ним на прямые эфиры. Да, то есть, ну, и раньше они... Вот некоторым мне была тоже такая реакция, он и говорит, не ходите на мои прямые эфиры. Не ходите на мои прямые эфиры вечером, да, потому что у них там прямые эфиры бывают с другими пользователями. Там начинается, там, их друзья, которые там и голые лежат, и орут там что-нибудь, и еще там что-то. И они думают, о, тихо-тихо, там мой куратор зашел. Ну, как-то не знаю, сейчас они к этому привыкли. Я смотрю немножко, немножко его по-другому. Ребята начинают понимать то, что я от них ничего не требую, но мое присутствие, как бы, я их не осуждаю, да, но вот они в то же время видят то, что я вот от другого формата от них не жду, а вот я как бы в другом формате сферопрезентую, я к ним пришел, я как бы, ну, не знаю, как-то мне кажется, на них это действует. Я хочу верить в то, что на них это действует определенным образом. То есть это образование, которое решает не дидактическую задачу, а, я сказал, да, воспитательную задачу. Я не могу сказать, что я это лонг в плане того, как себя вести, да, потому что, ну, как бы, у меня свои привычки, у меня своя система ценностей, я, как бы, там, не аристократ, там, не тому, там, какой-нибудь, да, не знаменитая селебрити, да, чтобы не подражать. Ну, как бы, не знаю, у нас какое-то сближение, я думаю, все-таки есть на встречу друг к другу. Хорошо. Тут вот я всех вопросов не вижу, потому что, вот, к сожалению, у меня не очень удобно листается чат, я вам ушка в виду. Вот вопрос Виктор Борисович спросит. Спасибо, было интересно, буду пробовать, буду благодарен за ссылки в Сырке на работу Амановича. Вот Амановича, кстати, очень много, очень много материала, который может показаться не по теме, но вот теория медиа, теория новых медиа, теория вообще интерфейса, там, дизайн интерфейса, там, то, кто, как, скажем, разработчики правильного обеспечения создают интерфейс, который привлекает внимание пользователя, там, подсказывает им, какое действие. Вот это все очень важно, мне кажется, для того, чтобы понимать, педагогу для того, чтобы понимать, в какой среде мы находимся. Потому что цифровая образовательная среда, если вы знакомы с моими, с тем, как я работаю, концептуализую вот эти вопросы, я цифровообразовательную среду определяю с точки зрения интерфейса, то есть цифровая образовательная среда, это набор цифровых интерфейсов. То есть очень важно понимать, как эти интерфейсы функционируют, потому что я сказал, внимание, это не про время, это про интерфейс, то есть это действие контроля, а контроль – это вот интерфейс, что можно, что нельзя. Вот интерфейс определяет, что можно, что нельзя, Он на пользователя накладывает, заставляет его существовать в условиях какого-то некого интерфейсного режима. И вот эти все моменты, они тоже важны. Их обычно не озвучивают, с ними не знакомы педагоги, которые приходят в социальные сети. Они думают, что в Инстаграм можно загрузить все то, что мы на уроке или на паре. Это не будет работать, это здесь не нужно, потому что сам интерфейс, он этому не способствует. Так. Тут Александр Исанович пишет, что печаль, ну печаль, да. Я в уныние, коллеги, честно признаюсь. Мне интересно работать, очень интересно дальше работать, но я чувствую, что я в уныние. Так, Елена Ивановна пишет, знаете вещи, о которых вы говорите, надо знать их ники, чтобы на них быть подписанными. Ники. Ну вот, вот как я общаюсь со своими студентами, я просто говорю, что у меня есть Инстаграм. Подписывайтесь на меня. Они пришли, посмотрели, прикольно подписались. Как бы, они на меня подписались, я на них подписался. В какой-то контакт есть. Я, ну, как бы, у меня нет такой политики, чтобы я кому-то лестно, кому-то напрашивался. У меня у многих студентов аккаунты закрыты. Что такое закрытый аккаунт? Вот они, кстати, вот чем мне нравится история, тем, что ребята, очень многие, особенно девушки, они очень ревностно относятся к своим фотографиям. То есть, кого-то сфотографировать и выложить фотку с ними, это ужас вообще. Они начинают, что я здесь некрасиво, зачем везде. Ну, как бы, они идут, конечно, на уступки, потому что, в принципе, им, по-моему, начинает нравиться, прикольно, что я их выкладываю. Но у некоторых это не лечится. И вот если ты заходишь в их закрытый инстаграм, ты видишь, что у них фоток там очень мало. И ты говоришь, ну, почему у тебя так мало фотографий? Другие вот их тоннами выкладывают. Они говорят, ну, вот я некрасиво себе не нравлюсь. А в то же время в историях постоянно у них что-то появляется. То есть, вот история такой демократичный формат, в котором не страшно, там, скажем, быть не накрашен или еще что-то. Да, и вот то же самое вот с историями. Вот если бы я просто, нам говорю, подписывайтесь на свой аккаунт, на мой аккаунт, я думаю, они бы не подписывались. А вот за счет того, что у меня есть какие-то истории, в которых я их упоминаю. Вот это именно формат взаимодействия, трансляция стиля жизни. Я не виду это видео, что я там где-то снял. Вот это и были. Ну, прикольно. И не страшно через 24 часа это исчезнет. Не страшно даже зарепостить. Вот многие ребята, которые там ругаются, что это некрасиво получается на моих фотках. Я там что-то удаляю или не выкладываю. Потому что я еще очень много их фотографирую. То в историях, наоборот, я смотрю там, ну, я вижу, что там, скажем, видео может быть не очень удачное. Но он попал на это видео. Так прикольно, что мы были вместе, там где-то мы снялись. И он репостит это видео у себя. Все равно там через 24 часа исчезнет. И не страшно, да. То есть история в этом плане гораздо более интересный такой формат. Именно формат взаимодействия. И вот там еще вот эти слайдеры, ползунки, как бы не голосование. А как бы когда вы выкладываете не голосование, там да, нет, вы берете две альтернативы, ползунок, там, скажем, когда можно вытянуть, насколько эта фотка красивая. Там, скажем, сердечко там на максимум. Я вижу, что там все вытягивают на максимум. Потому что, ну, или есть там вредные, которые вытягивают там на дне. Ну, такие прикольные вещи, которые ни к чему не обязывают. Но они очень-очень демократичны и, как сказать, очень располагают в взаимодействии, мне кажется. Потому что, ребята, вот этот формат, формат такого взаимодействия близок почему-то оказался. Я не знаю почему. Скажу, те навыки, которыми обладает Иван Светов, он душевный, так, 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 привлекательными для молодежи, но забирает слишком много сил, действительно много печаль. Много сил и времени. Ну, вот я окунулся в это, я потратил это время. Коллеги, я хочу сказать, что в самом деле привыкаешь очень быстро, потом появляется какой-то азарт. Потому что, ну, вот иногда я еще шучу над студентами, вот троллю их, вот там был у меня слайд. С шуткой, да, где я им писал, что я от них скоро избавлюсь, и те, кто мне домашки не сдал, вот тоже история, да, где я немножко потрунил над ними. Это тоже, вот, ну, я не знаю, как только начинаешь этим заниматься историями, ты уже видишь, что ты в интернете видел какую-то фотку и понимаешь, что, а как эти фотки можно добавить, вот этот текст, это можно выложить. И это несложно делается. Вот это, например, можно сделать в встроенными средствами. То есть вы выкладываете фотку, немножко ее, прямо в историях, там, можно, когда вот выставляете. В программе выкладываете фотку, подвинуть выше-ниже, наложить текст, добавить вот эту голосовалку, все. То есть, как бы это, ну, вот здесь вот, как бы я немножко над текстом посидел, подумал, да. Ну, вот, такой вот вариант немножко их раззадорить, подготовить к тому, да, что домашку не сдал, извини, все. Балов у тебя нет, ты пролетаешь. То есть, ну, это, это все в процессе. Какие-то истории, иногда, знаете, есть истории, которые выглядят нарочито оляпово, да. Ну, так вот, как бы, ну, вот у меня презентация сегодня, если вы видите слайды, сделаны в квадратном формате, зачем я это сделал, да. То есть, есть не горизонтальный слайд, да, квадратный, это что-то такое компромиссное между горизонталью и вертикалью. Вот этой рамки, да, телефона, ориентированного горизонтально и вертикально. Ну, вот я подумал, то, что вертикально это будет слишком в квадратном формате. И вот, посмотрите, как я вообще не заморачивался, ляпал крупный текст, да, то есть, ну, что это такое в плане дизайна? Вот в Инстаграме, когда вы добавляете фотографию, он добавляет какой-то ужасный градиентный фон. Там можно какой-то фон, как бы, маркером добавить для вашего текста. Вот у меня иногда вот такие истории, да, то есть, там, добавил фотку какую-то тексту, какую-то голосовалку. То есть, это просто, это очень просто втянуться в это совсем недолго. Но вот навыки, которые я добавил, они, как сказать, они вынес на слайд, это то, к чему я пришел в итоге. То есть, это то, что важно, если вы хотите очень быстро ориентироваться. Потому что какие-то вещи, ну, вот, я не знаю, когда у нас вот, что люди ценят? Люди ценят, когда, допустим, вы на каком-то мероприятии, да, и вот пара закончилась, в конце пары какой-то смешной эпизод был. И, допустим, я это снял, и пока ребята шли, там, в течение большой перемены, они уже увидели эту историю. Да, то есть, ну, вот оперативность какая-то. Вот для этого, например, вам нужно то, что, то, о чем я говорю, быстрое включение камеры, скриншот, захват видео. Ну, как бы, прикольно все это. А заодно, вот, мне кажется, что очень важно это делать на мобильном, потому что вы, вам не нужна там студия, компьютер, ничего, что-то. Потому что, когда люди делают на компьютере, там начинается вам нужен там Adobe Premiere, там After Effects для всевозможного, там, сложного, это все не нужно. Мобильное устройство, на нем это все можно сделать. И вы, главное, как сказать, вы осваиваетесь и существуете в логике вот этого, именно, как сказать, мобильного формата. Да, то есть, эти 15 секунд, когда мы начали говорить про формат, вот очень важно, что мне задали вопрос, я как раз уточнил, что формат это не просто длительность и 9 на 16, да. Это вот очень важно, что это не длительность, а вот важнее именно, что это 9 на 16. И важнее, что это 9 на 16, вписанный в конкретный интерфейс, который дает нам свободу, но накладывает свои определенные ограничения. Да, и вот на мобильном устройстве, если сразу это делать, это то, что вам нужно. Коллеги, я думаю, что здесь нужно поставить точку. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете мне их адресовать, можете их адресовать на почту или в том же Инстаграме, если вы на меня подпишетесь. Вот если вы подпишетесь в Инстаграме, вы увидите, что я там творю, вот, но насколько это, насколько это может быть там приемлемо для преподавателей, нет, потому что вы меня критиковать будете. Вот, иногда я сам себя критикую, вот, ну, как бы, мне кажется, то, что я делаю, оно тоже не лишено смысла и куда-то ведет к чему-то хорошему, не надеюсь. Хорошо, вот, кстати, на этом слайде, где задавайте вопросы, это, вот, кто не знает, в Инстаграме есть такая фишка, вы можете добавить в свои истории вот такой элемент, вот, на фотку добавить такой элемент для задания, где пользователь может вам отправить вопрос. Но, кстати, хочу сказать то, что не работает, плохо очень работает такая фишка, сложно, потому что долго там какие-то вопросы задавать, тем более всегда в историях можно, когда вы смотрите, смахнуть вверх, и там появится, отправить комментарий. Как бы, такой лайфхак, не задавайте вопросы в историях, кому нужно, они вот так напишут. Лучше какие-нибудь смешные голосования добавлять, которые, как бы, так провокативно, ребят, на что-то настроить. Хорошо, а тут, тут еще вопрос был. А, тут рекомендации, да, коммуникающие, ранние души. Расскажите своим ребятам об их информационном следе и будущем, на который он может повлиять. А, ну, вот информационный след, я об этом ребятам, кстати, говорю, но это уже содержание в таком личном общении. В инстаграме, кстати, есть чат, там все фишки социальной сети, то есть я в инстаграме общаюсь с ним меньше, чем в том же контакте или ватсапе, постоянно с ним переписываюсь. Кстати, вот истории, вот очень важно, что истории часто служат катализатором общения, то есть я хочу поговорить о чем-то с ребятами, допустим, у меня не складывается общение, снимок, я понимаю, что нужно как-то выйти там, поспрашивать, как у него дела идут, там, долги какие-то повисли. Вот он выложил какую-то историю, я пишу комментарий на эту историю и, как бы, зацепка, чтобы выставить общение, тоже как предлог, да, или мне там иногда отвечают, и я с ним поддерживаю общение. Вот это такой интересный момент. Хорошо. Коллеги, я плохо ориентируюсь в чате, к сожалению, признаюсь, мне немножко неудобно листать, поэтому, если есть вопросы, я их потом еще прочту и, может быть, что-нибудь вам отвечу в своих социальных сетях, если вы за мной следите. Большое спасибо. Еще раз хочу сказать, что то, что меня пригласил, выдернул меня из болота, моего отчаяния. Ну, Иван, дай знать, мы тебя почаще будем вытаскивать, потому что твои вебинары замечательные абсолютно, и помню, и прошлогодний тоже был очень хорош. А и все те, кто приходит к тебе на вебинар, всегда поражены той глубиной, которую получают на них. Ну, я еще раз хочу сказать, что я готов приглашать, но у нас очень демократичная директ-академия, мы стараемся приглашать тех, кто нам интересен и кто соглашается с нами работать. В принципе, будем считать, что от вас поступил заказ на еще один вебинар Ивана, и я с удовольствием его приглашу. Я сейчас подумал, что мне сегодня не понравилось, так немножко, чтобы оправдаться. Я в последнее время чувствую такую необходимость оправдываться, то, что я делаю. Может быть, это и хорошо, какой вариант рефлексии, я что-то делал, зачем я это делал. Вот мне сегодня, может быть, я немножко, коллег, дорогие участники, сбил вас немножко с толку тем, что я излагал в такой логике базы данных. То есть я чувствую, что у меня, может быть, стройного нарратива не получилось, наверное, какие-то просто вещи я на вас вываливал. Но вот логика базы данных, она и предполагает, что какие-то вещи, вот они вот рядом кладутся, слева, справа, сверху, снизу. И, возможно, какие-то различные нарративы. Вот я ждал, что будут вопросы, но вот на вкладке вопросов, к сожалению, вопросов было не так много. Вот знаете, иногда, вот что мне нравится в социальных сетях, что там бывают просто едкие комментарии. Вот я в анонсе писал, что вот тоже жду такого хейт-критиканства. А это тоже здорово. Вот если у вас есть какие-то замечания, то мне вот ничего не понравилось. Вот если бы мне кто-нибудь написал, что у вас вот это плохо или ты делаешь неправильно, даже это, может быть, помогло бы мне как-то организовать эту базу данных, какой-то нарратив. Ну вот, ладно, сегодня была база данных. Я вот думаю, что вы у себя в голове сами что-то это соберете. Если интересно, напишите мне. Окей, давайте поблагодарим Ивана. Собственно, вы это уже сделали. Да. Ну, в общем, я уже понял, что от вас есть заказ на то, чтобы с Иваном еще что-нибудь обговорить. Вот. Вам тоже всем спасибо за активное обсуждение. Я со своей стороны хотел извиниться, что в тот момент, когда я опубликовал ссылку на сертификаты наши, они не работали. Сайт за то время, пока вы с Иваном обсуждали вопросы, он, наконец, начал работать. И теперь можете перейти на свои ссылки и заказать свои сертификаты, если вам это интересно. Да, я рад, что всем понравилось. Ну, восхищение тех, кто раньше Ивана не знал, кто знал, знали, на что шли, поэтому достаточно спокойны. С Иваном всегда хорошо, буду его приглашать. Всего доброго, до новых встреч. Иван, тебе, наверное, уже доброго вечера или спокойной ночи. Страна у нас большая. На дне никогда не заходит солнце, но почти. Всего доброго. Напоминаю, что у нас много интересного на этой неделе. Приходите на вебинары Директ Академии, не пожалеете. Всего доброго, до новых встреч в Директ Академии. Иван, всего хорошего. Всего хорошего, до свидания. Коллеги, ну вот, быстро пока, если еще кто-то здесь остался, по поводу времени, которое требуется на подготовку. Время очень быстро иногда. Большинство историй, там, ну, одна, две, три, пять минут, там, текст добавить, то есть это очень быстро бывает. Всех отметить, да, кто в этой истории присутствует. Есть, когда я долго снимаю, по несколько дней там написал, чтобы не пугаться, это просто у меня была какая-то идея, как-то снять, допустим, там, ребят в такой-то ситуации, я знаю, что она точно будет, тогда просто, ну, в голове что-то крутится. То есть, ну, ну, это не в плане того, что я там прям сижу, кропотливо действую, это все очень быстро.